Полтора часа занятий прошли на одном дыхании. Юные танцоры выучили новые шаги, почувствовали ритм и попытались импровизировать. Хореограф, хип-хоппер Заурд Захоев участвовал в танцевальном шоу на федеральном канале. Говорит, с удовольствием стал частью большой команды культурного маршрута. Этот проект важен как минимум для коммуникации между нами. В том плане, что проект дает возможность абсолютно бесплатно людям прийти, позаниматься, иметь участие, что-то получить для себя, познакомиться возможно. В Минусинске работает 15 площадок – творческие и развлекательные. Артисты, мастера декоративно-прикладного творчества, именитые спортсмены, хореографы делятся своим мастерством с минусинцами. Он обязательно нужен. Почаще бы хотелось, чтобы это все происходило, и почаще, чтобы приезжали к нам и в другие ближайшие города, чтобы люди узнавали, что это, как это. Это очень круто. В холле Центра культурного развития представлен кусочек истории. Работает выставка деятельности губернаторов Енисейской губернии прошлых веков. Подлинные вещи из фондов музея знакомят с историей региона, погружая в прошлое. Каждый проект, каждый мастер-класс обрастал своими историями. И эти истории, они уже обогащали ведущих мастер-классов в других территориях. И вот таким образом, я бы сказала, наверное, просто начала формироваться уже некая такая энциклопедия Енисейского экспресса со своими историями по всем направлениям, которые входят в программу нашего маршрута. За два месяца Енисейский экспресс побывал более чем в 30 городах региона. Организаторы говорят, проект только набирает силу и мощь. Ольга Максюшина, Алексей Фролов. Енисей. Новости.